Всем привет! Продолжаем изучать Экто и предлагаю познакомиться, как мы можем создавать первичные ключи. Вы, наверное, знаете, что когда мы пытаемся создать какую-нибудь схему играться, то есть когда мы создаем с помощью миграции, файла миграции в таблицу, мы не передаем ключ. Мы не передаем ключ. То есть мы никаких айдей типа индейджа autoincrementation не передаем. Потому что скажем так, эта команда уже обшита. Уже обшита и автоматически создается ключ. Иногда бывает, что мы хотели бы ключ самостоятельно определить. Ну вот такие вот у нас есть какие-нибудь причины. Как это можно сделать? Для этого я предлагаю создать следующее для начала миграцию. Так. mix.bat это migrate ой gen migration и допустим add так назову. отлично. Вот у нас файл в миграции. И что здесь нужно сделать? Как обычно пишем create table название и указываем, что primary key false и дальше пишем как обычно. давайте я предлагаю воспользоваться библиотекой 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 uid то есть которая генерирует нам некий универсальный идентификатор по разным разным направлениям то есть там используется машина время ну это какие-то вещи в общем даст нам некий универсальный идентификатор универсальный идентификатор и я предлагаю использовать в качестве вот этого универсального идентификатора именно его поэтому мы здесь берем название будет uid тип будет uid и указываем здесь, что это у нас primary key и давайте добавим поле name name типа string все теперь можно запускать данную миграцию migrate migrate сделали да теперь нужно следующее сделать это нужно схему нам адресовать идем теперь создаем файл файл ф Oxоп так вот это я скопирую таблица у меня называется та Итак, поле у меня было одно «ный», и второе поле у меня было «уид». Но я его прописывать не буду, это первичный ключ. Это вот как мы в персоне не прописывали первичный ключ. Так и здесь мы не прописываем первичный ключ. Как его здесь прописать? Прописывается его следующим образом. Собака, primary key, и в кортеже мы передаем параметры. «Уид», «уид», и, то есть это название, название, как у нас будет поле абстракта называться, и нам нужно передать тип. Поскольку я решил именно вот через «уид», 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 в принципе вы можете и обычной стрелкой, или что-нибудь другое, и, 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 уид. Ну и здесь какие-то параметры, опции, вероятно, еще передаются, пока не разобрался с этим. Вот такой кортеж мы передаем, и все. Мы можем теперь, делая это, инспектировать. Все хорошо, отработало, компиляция произошла, то есть у нас файл все работает, отлично. Теперь давайте создадим, значит, тег, execto, execto, и здесь мы что сделаем? Мы пропишем, ну, давайте для начала name, scala, и давайте пропишем «уид», «уид», то есть то, что у нас будет непосредственно нашим идентификатором. Поскольку мы используем наш идентификатор, минус вот этого идентификатора, то что мы будем всегда, всегда вынуждены самостоятельно его генерировать. Такс, поскольку мы используем вот этот «уид», он у нас повторяться никогда не будет, поэтому уникальность нам здесь гарантируется. Теперь нам нужно только узнать, как генерировать. Здесь уже поставляются удобные методы, удобные методы. То есть мы просто воспользуемся данным модулем, и здесь вот есть «generate». «Generate». Ну и давайте «acto» «plit» «generate». Так, я ошибся. «Unexpecting Token». Вот, собственно, у нас создалась наша, наш этот, как его называется-то, наш ключ, наш ключ и имя. И теперь, собственно, мы можем «xecto repo» сохранить. «Сохранить», 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 «сохранить». «Insert», так, произошла вставка. Прошу заметить, что сохранилась как бинарник. Как бинарник, как бинарник, потому что в базе данных у нас сохраняется это все дело как бинарник. Так, вот у меня таги. Вот «scala», «blog» и, видите, «binary60». «Binary60». Ну и вот, собственно, вот такой вот есть простой вариант. Смотрите, если вам нужно, нужно, то есть вы хотите несколько полей обозначить как «primary», обозначить как «primary», то вы просто пишите еще один из «primary key» и «primary key» и «нутру», все. То есть у вас в итоге два поля, два поля как бинарные. Ну и здесь описывайте еще один «primary key». Правда, я тут не уверен, но предполагаю, что нужно просто продублировать будет значение. Вот таким образом мы создаем свои первичные ключи. Улучшаем это. See you next time.